Привет, вы на канале TradeFact, с вами Глеб и мы сегодня разберем очень важную тему, действительно ли биткоин может пойти на 30 тысяч или все-таки у нас будет альт-сезон, или одно не исключает другое. Давайте приступать. Итак, текущая цена биткоина 24 тысячи и сегодня, кстати, поздравляю всех с Рождеством и с новым историческим максимумом по биткоину, который мы достигли на отметке 24 670 по бирже Bitstamp. Так вот, мы видим, что у нас есть предыдущий уровень сопротивления на отметке 24 140 и мы видим, что последние, скажем, 5-6 дней мы как раз ударялись в данный уровень, после которого у нас следовал откат более чем на 5%. И, наконец-то, сегодня мы пробили данный уровень. Если мы будем рассматривать локальную формацию, то очень важно, как сегодняшняя свеча у нас закроется. Закрытие свечи происходит по UTC 0, а Киев это UTC плюс 2, а Москва, по-моему, это UTC плюс 3. Соответственно, как в 2-3 ночи мы закроемся. Если мы закрываемся на отметке выше чем 24 140 150, то с большей вероятностью мы будем дальше отправляться вверх на 25, на 26 тысяч и так далее. Я привязываюсь именно к круглым числам, потому что у нас по графику больше нет никаких уровней, нет завязок, к чему бы мы могли, скажем, привязать свое внимание, привязать уровни сопротивления. Вот, если мы сегодня закрываемся ниже чем отметка 24 150, то с большей вероятностью мы дальше увидим вот такое вот флетовое движение, где у нас будет набираться новая позиция уже для похода либо вниз, либо вверх. Это нужно будет смотреть в моменте, но сразу хочу сказать, что последнюю неделю, последние 6 дней у нас как раз свечной анализ говорил о том, что здесь очень сильно доминировал покупатель. Вот такие вот длинные тени у свечек, они сигнализировали нам о том, что здесь преимущественно позиция набиралась и как раз, да, это подтвердилось тем, что цена вынеслась более чем на 6% с момента вот таких вот покупок. И сегодня, опять же повторюсь, очень важно, как закроется данная свечка. Если закрываемся выше, то отправляемся соответственно выше, если закрываемся ниже, то снова увидим вот такое вот флетовое движение. Если рассуждать глобально, то мы можем подойти как раз к 30 тысячам. Почему я привязался к 30? Это важный психологический уровень, который содержит в себе кучу нулей, то же самое, как 20 тысяч, да, мы не могли проштурмовать 20 тысяч. Давайте посмотрим сколько, ну скажем, очень долго, почти что месяц. Мы бились там в районе там 19 800, 19 900 и после где-то спустя 23 дней попыток мы наконец-то отправились вверх. Вот подобная история у нас может быть в районе 30 тысяч. Далее, следующий важный момент, который я вам хочу показать и рассказать, касается альтсезона. И для этого нам пригодится график BTC-D, собственно график доминации биткоина. Его можно найти как раз по тикеру BTC.D и очень рекомендую поизучать данный график. Он может показать вам очень много хороших, интересных исторических закономерностей. Вот, первое, о чем хочется сказать, что начиная с середины 2017 года у нас радикально поменялось, скажем, распределение ролей между биткоином и альткоинами. Скажем, раньше биткоин составлял порядка 96, а то и больше процентов всей доминации, всей капитализации. То сейчас эти цифры радикально изменились. И, скажем, правила игры с 2017 года у нас очень сильно поменялись. И давайте проанализируем историю, что у нас происходило по данному графику. Первое мы видим с отметки 71. У нас было очень сильное снижение на 48, даже более чем на 48%. Это как раз было начало 2018 года и тот самый пресловутый, наверное, самый сильный за всю историю существования криптовалют и альткоинов, альтсезон. Мы видели просто там десятки иксов набирали альткоины буквально там за 2-3 недели. Вот как раз это свидетельствовало снижение доминации биткоина и капитализация биткоина как раз перетекала в альткоины. И это было на отметках где-то там 70-71. Отсюда у нас, скажем, началось такое глобальное снижение. Давайте анализировать дальше, что у нас происходило. Следующая у нас отметка уже в районе где-то 70,5 и также 71. У нас произошло снижение более чем на 10%. То же самое мы увидели в локальный альтсезон, когда капитализация биткоина отправилась в альты. И следующая у нас зацепка уже на отметке 70, у нас было снижение на 18% вниз. То же самое биткоин немножко набирал свою массу, но альты опережали его там в 2-3 раза. То есть капитализация по большей части как раз приходилась на альты. И что происходит именно сейчас? А именно сейчас мы на отметках 69-70, а позавчера мы были на отметке 71. И отсюда у нас началось снижение, и мы уже снизились довольно прилично за 2-3 дня. Мы снизились на 2,7%. Теперь давайте рассмотрим эту формацию более подробно и более близко. Мы видим, что у нас получилась довольно большая тень на 1,3% сверху. Затем мы увидели вчера такую красную свечку, и сегодняшняя свеча у нас еще формируется. Если у нас сегодняшняя свеча сформируется красного цвета, то, скажем, есть неплохой сигнал, что мы дальше пойдем на коррекцию, начиная там к 67, а может даже дойдем до 66,2. Это как бы следующий уровень такой поддержки. Соответственно, за вот это вот движение еще там на 3,5% вниз капитализация уйдет альткоином. И мы увидим как раз прибавку, либо распределиться более, скажем, равномерно по всем альткоинам, либо куда-то уйдет больше, куда-то меньше. Но на текущий момент мы, конечно, понимаем, куда уходит капитализация. По большей части в Ripple, который безумно сильно отрос за, скажем, трое суток с 21 цента. Мы выросли на 75%. Это очень много, и как раз данная капитализация нам свидетельствует, что очень... Вернее, данная доминация биткоина свидетельствует, что капитализация BTC отправилась как раз в альты и по большей части на восстановление XRP. Так вот, и сценарий номер 2, который я вам хочу сказать. Также мы видим, когда мы подходили к 70, там к 71, что у нас было? У нас было вот такое вот флетовое движение, которое у нас составляло ровно 3 месяца. После 3 месяцев мы видим еще порядка 30 дней флета, но уже на отметках немного повыше. Но потом что у нас происходило? У нас потом происходило сильное снижение на 11%. Поэтому сценарий номер 2, что мы сейчас увидим вот такое вот сильное флетовое движение в рамках 71, вплоть до, скажем, 67, а может даже до 66. Но чем обычно заканчивается вот такое вот флетовое движение? Все равно походом вниз. Поэтому у нас альт-сезон может начать формироваться как локальный, так и глобальный прямо сейчас в ближайшие дни. И второй сценарий мы все-таки увидим вот такое вот флетовое движение. Периодически в альты будет перетекать капитализация, а потом будет снова подрастать биткоин. Как раз при таком сценарии биткоин вполне себе может дойти до 30 тысяч. Ну и альты не будут обижены, периодически в них будет перетекать капитализация, и глобально они будут подрастать. Но после такого флета мы все равно увидим вот такое вот снижение вниз. Начиная с 10% до более значимых, до более, скажем, сильных снижений. И как раз на этих сильных снижениях может начаться альт-сезон. Я думаю, данная закономерность для вас очень важна и очень полезна. Еще раз скажу, что рекомендую BTC.de изучить этот график. И не забывайте, что мы сейчас находимся на очень кульминационном событии по развороту доминации биткоина, и мы можем увидеть, скажем, очень хороший перетек, перелив капитала в альткоины, и, соответственно, это как раз ознаменуется очень классным, очень сильным, очень мощным ростом альткоинов. Поэтому наблюдайте за данным графиком, наблюдайте за графиком биткоина, как закроется сегодняшняя свеча. Надеюсь, данное видео для вас, скажем, внесло свет и ясность в то, что такое доминация биткоина, как с этим графиком стоит работать, какие ожидания мы можем построить. А на этом с вами прощаюсь, желаю хорошего дня, пока!